Всем привет! С вами Андрей Сонар. И как видно, сегодня я решил ответить на ваши вопросы, находясь на водоеме. Самоизоляция самоизоляции, но на воду-то хочется. Вопросов поступает, так скажем, немало, поэтому буду отвечать на вопросы по мере их поступления. Сейчас я нахожусь в новинке нашей. Это фиш-пакрафт Танк Лайт. Это всем известный танк, но сделан он из термопулиуретана. Поэтому он очень легенький. Он весит всего 4 килограмма. Напомню, его длина 285 сантиметров. Это довольно приличная лодочка. Вон, можно ноги вытянуть. И еще место для груза останется. Ширина его метр. В отличие от обычных пакрафтов, у него сразу уже в базе две секции. И значит, он более безопасен на воде. Как и у танка, у него два двойных спиннинга-держателя. И вот сейчас у меня здесь ультралайтовый спиннинг стоит. Я немножко покидался уже, но безуспешно. Рыба тут спит. Хотя здесь есть окунь и щука. На пакрафте сейчас не стоит стабилизатор курсовой устойчивости. Поэтому лодку довольно легко вот так вот крутит. Если бы стоял стабилизатор, она бы шла по струнке как влитая. Кроме того, здесь, как и у танка, стоят уключены. Я уже опробовал грести парными веслами. Хорошо идет. Замечательно. Были опасения сначала, что на 270-й ткани приклеенные и уключены будут как-то вихляться. Но поскольку была сделана небольшая крепежная хитрость, а именно площадочка увеличенного размера, сделанная из ПВХ-шечки, и даже на сверхнизком давлении, на котором работает пакрафт, вот сейчас я этот пакрафт додувал ртом. То есть это примерно 0,1 атмосферы. Вот на таком низком давлении пакрафт прекрасно сохраняет форму. Он такой тверденький, при этом уключены никуда не виляют, ничего не прогибается, получается все очень хорошо. Для сведения так называемых выживальщиков. Лодка, я считаю, просто идеальная, как вот комплектик для тревожного чемоданчика. Если начнется зомби-апокалипсис, то вам всячески придется преодолевать какие-то водные преграды. В то же время лодка должна быть достаточно вместительной, незаметной, а она вот такого болотно-зеленого цвета. И при этом достаточно надежной для длительной эксплуатации. Тут практически все соединения сварные, поэтому она на солнышке не расплавится. Так что имейте в виду, очень интересная тема. Танк, лодка, выживальщика. Свежие новости о катабайде нового типа. Катабайт получился замечательным, скоро мы его испытаем. Конечно, в тестовом экземпляре немножечко накосячили, вот клапаны не туда. Есть еще моменты по доработке днища, транса, но это все мелочи. Лодка получается, на мой взгляд, хорошая. В отличие от нашего обычного катабайда, она уже сразу будет глиссирующей лодкой. Поставить туда моторчик до 5 лошадиных сил, и можно в одного человека, а возможно даже в двух, идти на скорости 25 км в час в глиссирующем режиме. Ну, вернемся к нашим баранам, то есть вопросам. Здравствуйте, Андрей. Рыболовная лодка на базе Веги намного дороже будет, чем Вега? Ну, примерно где-то на 25-30% дороже, чем Вега 2. Это я так предполагаю. Она не будет дешевой лодкой, но тем не менее цена далеко не убийственная. Андрей, бомбер большой, где в комментах писали, будет, каких размеров будет и в этом году появится. Вот, честно говоря, я не помню, про какой бомбер там писали. Если имеется в виду вот эта наша новая уникальная технология с максимально широким кокпитом, то это совсем другая лодка будет. Это не бомбер, это будет НДНДшная лодка с днищем низкого давления. Насчет увеличенного бомбера. Ну, были когда-то такие мысли делать целую линейку бомберов, но мы как-то от нее отказались. Вот он есть, 350-й. Вот он и выпускается. Будет ли леер с люверсами на экшене задевать о препятствии, так как он посередине борта? Ну, вот про с люверсами ничего не знаю, но леер идет практически традиционно по средней части борта. И на практике так ставится на многих лодках и ничего не цепляется. Зато очень удобно с ним оперировать. И якорь прицеплять, и таскать лодку, когда вот именно леер идет вот так. Чего-то про сиденье для аккорда и про геркат так и не рассказал ни хрена. О, какие заявы. Ждать в следующем выпуске или вопросы проигнорировал, и можно не ждать ответов. Про сиденье для аккорда я даже не нашел этого вопроса. А про геркат, да, мы с ними работаем. Вы можете купить любую продукцию герката у нас. В веге обслуживание совсем не продумано. Верхняя часть приклейки днища к баллону сделана кусками. И поэтому вода свисла затекает между днищем и баллоном. Вытереть ее и там высушить после использования очень проблематично. Вот, смотрите, картинка, как устроена вега в разрезе. Баллоны не соприкасаются с днищем вообще на достаточно протяженном участке. Поэтому как-то загерметизировать там вот эти внутренние части нет никакого смысла. И нет даже возможности. Поэтому просто элементарно тряпочкой протираем вот туда вот, заходя за днище, когда лодка сдутая, и вся лодочка будет у вас чистая. Там все равно идет уголковая лента. Туда дальше грязь уже не набьется. Андрей, добрый день. Хотелось бы подробностей про ЛСН. Сравнима ли она по мореходности и комфорту с келевыми паелками аналогичных размеров? Ну, я так скажу, ЛСН в нашем исполнении это сильно увеличенный по ширине кабот Уран. Но поскольку мы их делали только под заказ, и в небольшом количестве какую-то собранную информацию по мореходности сложно сейчас выдать, но мы знаем, как ее еще лучше сделать. Вот могу показать лодочка, которая, так скажем, прототип, которая не до ЛСН. ЛСН крупнее и мощнее, чем вот эта лодка. Если сделать надувной паел для лодки 4,7 вместо фанерных, сильно ли изменится жесткость и возможно ли привезти кораблик на производство для замеров? Ну, начну с конца. Сейчас привозить для замеров, наверное, все-таки невозможно. А что касается, будет ли изменена жесткость, да, будет. Чем лодка больше, а особенно чем она шире, тем менее жесткой становится лодка, если на нее ставить аэрдек. Приходится для особо широких лодок, у которых начинается ширина там от 80 сантиметров, туда ставить специальные поперечины, сделанные из фанеры, которые будут добавлять жесткости, и лодка тогда не слишком будет уступать паельной по жесткости. Лучше всего аэрдечный пол раскрывает себя на достаточно небольших лодках, длиной до 380 сантиметров и шириной кокпита не более 85 сантиметров. Для более крупных лодок тоже можно делать надувной пол, но это будет не настолько оптимально. На сайте катамаран рыболовный в новинках разместили, а тут чего не повесили. Ну, на сайте это один катамаран, а вот тот секретный катамаран, о котором я говорил во втором выпуске, это совсем другой катамаран, его пока не раскроем. А сюда, то есть в группу ВКонтакте, да, добавим тот катамаран, но он не такой интересный, как вот тот секретный. Ничего не ответили про вопрос о несоответствии размеров съемной деки для веги. У моей лодки, и по отзывам не только у меня, дека коротковата и с трудом устанавливается, цепляясь лишь краешками. Вот когда у нас ОТКшники собирают лодку, они всю ее целиком собирают, то есть они натягивают на нее деку, устанавливают все элементы. Если все хорошо, то только тогда лодка уходит к клиенту. Но что тут может быть? Они могут сначала соединить все элементы, натянуть деку, а после этого накачать лодку воздухом. И в этом случае получится то, что дека по размеру, и все хорошо. Но если вы сначала лодку накачаете до полного рабочего давления, а потом попробуете на нее поставить деку, вот тут может ждать сюрприз. Потому что все элементы подогнаны так, чтобы не было там провисаний каких-то, потому что провисание очень плохо для деки. Если вода попадает, она создает вот это вот озеро прямо вот на палубе, и это озеро может куда-нибудь в итоге стечь, что будет неприятно. Поэтому делаются все эти элементы, деки там, фартуки, они делаются без какого-либо запаса. Если вы считаете, что нужен какой-то люфт, какой-то вот запас, чтобы можно было сделать такой перехлест, пишите в комментариях, может быть мы перейдем на эту схему. Жду свою Вегу 2. Возник вопрос, стоит ли приклеить плавник-стабилизатор? Ведь использовать буду далеко не на максимальной загрузке. Допустим, поехал на рыбалку, я 67 килограмм, и пусть еще 15-20. Мало для Веги 2, чтобы как матрас не плавала. Вега не будет плавать как матрас уже при загрузке около там 90-100 килограммов. Хотя для Веги 2 это может быть цифра чуть побольше. В любом случае она уже штевнями начинает резать воду как надо. При этом у нее уже будет большая скорость, так что сильно переживать не стоит. Однако, если чувствуете определенного рода беспокойство, то можно, да, заказать плавничок на нижнюю часть днища. Он поможет при движении. Про фишпакрафт вопросов вообще нет. Делаю вывод, что это самая крутая лодка. Сделали и нет вопросов. Ну да, сделали и нет вопросов. Вообще фишпакрафты очень хорошие лодки получились. С них удобно ловить, а не вот... Вот я в фишпакрафте танки сижу. Это фактически кресло на воде. Вот, спиной облокачиваюсь на горбик. Локти могу положить на баллоны. У меня ничего не устает, я расслаблен, ноги вытянул. Сижу хорошо, удобно. Если надо что-то какими-то такими делами заниматься, я могу привстать, сесть более вертикально. Тогда упираюсь только поясницей, а не большей частью площади спины. И, например, там спиннингом обкидываю. В этой лодке не надо практически ничего дорабатывать. Она идеальная для своей области применения. Здесь рыбы нет. Каким насосом быстрее всего накачать лодку? Электрическим двухконторным. Он очень быстро качает. Ну, а вот если взять наши байдарочные, покрафтовые дела, то быстрее всех накачивает мешок-насос. Вот, например, этот покрафт мешком-насосом накачивается где-то за 2-3 минуты. На втором месте, пожалуй, большая ножная лягушка. С ним может посоревноваться большой 3-4-литровый поршневой насос. Ну, соответственно, всякие маленькие насосики будут накачивать дольше. Не советую накачивать любые лодки с помощью автокомпрессора, который предназначен для накачивания колес. Так как очень легко можно перекачать лодку. У нее нет никакой отсечки по давлению, как это сделано на насосах для надувных лодок, на электрических. Поэтому можно слишком большое давление накачать в лодку и испортить ее. Почему на некоторых моделях лодок есть морщины на ткани, а на некоторых нет? Если в лодке есть крутые изгибы, если лодка сделана из баллонов малого радиуса, и там крутой изгиб самого вот этого вот радиуса, если лодка стремительная, веретенообразная, то, скорее всего, там будут складки. Потому что иначе никак. Или мы имеем лодочку со складками, но при этом великолепную по гидродинамическим характеристикам, или мы имеем красивый, без складок, утюг. И еще один момент. Складкам подвержены лодки относительно небольшие. Если мы возьмем эту лодку и увеличим ее в два раза, то есть сделаем ее размером как большую моторную лодку, то в ней эти складки уйдут. Потому что при той же форме радиусы вот этих всех загибов, радиусы баллонов будут в два раза больше. И поэтому никаких складок там уже не будет. Да, конечно, перфекционисты могут от этого немножечко пострадать, но если вы уж хотите красивую лодку, безо всяких изъянов, то покупайте самурая. Он сделан из эрдека, выглядит вообще великолепно. Но тяжеловат и дорог. Самая характерная форма лодок, которая вот создает эти складочки, это малые варвары. И вот складочки идут по бананообразным баллонам с очень такой высокой крутизной загиба баллонов. Вот как, например, на фишкаяке. Тут, как говорится, или мореходность, или складочки. Третьего не дано. По поводу широкой лодки. Есть китобой от компании «Звезда». Какой ценник будет у тайм-триала? Ну, во-первых, вот та самая хитрая лодка, у которой будет сверхширокий кокпит, о которой я говорил, она будет шире этого китобоя. Причем существенно. По цене она будет где-то между каботом нашим и бомбером. Лодка довольно сложная. Она будет почти 4 метра длиной. При этом кокпит у нее будет за метр. На нее уйдет прилично ткани. Так что сверхбюджетной она не будет. Но и особо дорогой тоже. Когда у тайм-триала пойдут парусные катамараны и другие парусные плавсредства собственной разработки, планируете ли шить собственные паруса? Ну, в прошлом году мы планировали это делать. На этот год. Но так уж ситуация складывается, что тут сейчас не до новых разработок. Мы это держим в памяти. Мы этим хотим заниматься. И рано или поздно мы этим займемся. И обязательно вам про это расскажем. Интересно, какой процент от продаж и мощности производства составляет рыболовно-туристическое направление в вашей компании? Основной вид деятельности у вас, возможно, аттракционы. Просто интересен именно расклад. В процентном соотношении по разным направлениям подозреваю, что рыболовно-туристическое это максимум процентов 10-15. А вы с какой целью интересуетесь, товарищ? По соотношению вы не угадали. Но более подробную информацию я по очевидным причинам не дам. Есть возможность деку изготовить для двушки веги, но с люком под одиночку. Любой каприз за ваши деньги. Согласуйте это дело с менеджерами. И производство вам это все сделает. А для чего так руками махать? Вообще, это у меня само так получается. Я специально это не делаю. Я ведь музыкант, я еще и дирижировать могу. А какая функция вертикального монитора с графиками, не пойму. А эта информация строго секретна. Если я ее разглашу, за вами придется выехать. Шутка. На самом деле, просто для антуража. Вот очередные вопросы закончились. Большое спасибо за эти вопросы. Задавайте еще, пишите в комментариях. Прямо вот здесь пишите новые вопросы. И я на них с удовольствием отвечу. Подписывайтесь на канал Тайм Триала. Подписывайтесь на Инстаграм Тайм Триала. Подписывайтесь, если не подписаны, на группу ВКонтакте Тайм Триала. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей Сонар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok